друзья всем привет вот нашим поросяткам скоро уже 16 числа 16 ноября будет 60 дней от рождения родились они 16 сентября 15 мы покрывали рыжую дюрчиху куклу искусственно дюрком и 16 эти родились я почему помню потому что 15 покрыли за что было пороса и поросят и вот я специально сделал корм они весь доели и делаем намешал порошка кусок у корм и мне надо чтоб они зараз его съели на готовлю 3 килограмма где-то 3 килограмма может чуть больше и сейчас ему так растет вообще противоположно больше не насыпают это поедят а потом уже насыплю бункер сейчас они унюхают что там форма сколько в них килограмм примерно не знаю но на вид мне очень нравится то есть на глаз смотришь очень даже ничего так и вот они все накинулись вот видите все равно как бы не всем хватает этот надо было наверно длиннее длиннее линию насыпать я думаю в толпе то есть я так потом могу повторить через день так сама насыпать порошка порошок использую 1 грамм на 10 килограмм можно их и поколоть допустим и вермигтином но они не чухаются нигде ничего то есть и вермигтин не надо я думаю порошком будет нормально в рост они все пошли хорошо едят тоже хорошо ну и так же самое записываю корм когда насыпаю кормушку то записано у меня сколько чего насыпать вот я записываю вот допустим клубнику покрыла хряком петреном 22 октябрь 22 покрыл на это так и когда я вот этих поросят моих петренов 10 штук родились они 16 сентября и вот когда я сделал им отъем забрал от свиноматки посадил отдельно вот у меня пошло 10 килограмм предстарта там я и представь смешал со стартом ну дело не в том вот всего сколько я им отдал корма это ему же сегодня у нас какой 12 10 ноября то есть через шесть дней будет два месяца хочу взвесить и вот я им только что высыпал 40 килограмм корма еще намешал стартового и тоже записал вот у меня сколько я им дал это получается предстарта 10 и получается 50 60 100 150 килограмм до 40 50 и 50 100 150 килограмм им ровно отдал я уже по сегодняшний день но еще наверно буду давать записывать и взвешу у два месяца какой будет вес ну дело не в том я не там показать что-то доказатель и этот просто ради интереса сколько вот на этих 10 штук а так я буду писать писать там достаточно минут до забойного веса сколько они употребляют корма полностью вот отъема и до самого мясного изделия вот наша обезьянка тоже такая растет хорошо и вот они сейчас его поедят и потом еще повторю там самая кормушка у них пустая сейчас буду давать первую партию от и листов с порошочком от листов погоняем чуть-чуть листов чисто для профилактики листов судя по всему них и нету но для профилактики погоняем значит что у нас произошло кто помнит старые видео там видео два назад у этого кабасика были вылезла кишка задние то есть геморрой вылезла задняя кишка и сильно вылезла я его посадил отдельно в больничку все он жив здоров все у него восстановилась кишка вошла назад ничего никого не прокалывал зашла назад все зажило что там у него порвалась да нормально вчера обзоружил у нового кабанчика вылезла кишка так я этого кабанчика сюда назад а того что вылезла кишка туда где этот был на больничке принял его сюда эти его вдвоем не приняли он не 6-7 отсутствовал то есть в другом сарае с другими эти его не приняли вот эти вот балбесы и начали на него сильно нападать кусать грызть пришлось использовать свои свой одеколон чтобы приняли я у меня пол тюбика чуть меньше было одеколона моего я использовал всем им запшикал морды катаки задницы понапшикал бока попшикал короче все тут сильно пахло вчерашний день и сегодня утром еще запах стоял и приняли я когда их попшикал я сразу заметил они не поймут что происходит друг друга нюхает одинаково все дутами пахнет вот этот геморроем чтобы все обычная точечка там где надо и они запутали с тех кто короче и все нормально приняли уже не бьются не бушует вот этот она больше на него наказал и сразу понюхал его задницу и начал задницу кусать вчера я тут недолго думая быстро всех попахтел и поэтому приняли все друг друга сейчас их тоже сделаем профилактику погоняем и буду насыпать полную кормушку корма это не кричат потому что под голодком а так у них он постоянно этим нашим контор кампой если я не ошибаюсь или 16 или 18 будет 90 дней от рождения или 22 надо посмотреть ну короче что-то в этих пределах будет им 90 дней 3 месяца от рождения вот что-то задницу чухает он значит тоже надо погонять под глистов и вот наша кнопочка вот он она сажу она идет в росте совсем и нормально просто что она ну самая маленькая отстаёт но в росте она так сама идет хорошо мы тогда ее когда взвешивали было килограмм один атаку сейчас конечно ней уже больше вот она как отличается от нормальных своих собратьев стоит вам скажу даже чуть-чуть их и начинает догонять и в моем хозяйстве первый раз я вот это оставил себе поросят и посмотреть какой будет кантор то есть чистый петрен и чистый дюрок не помесь петрена и не помесь дюрка все в чистый петрен чистый дюрок какие поросята формы у них все у петрена ну а цвет видите чуть-чуть похож на дюрка но они начинают сильно темнеть становятся темные и чуть-чуть обрастают уже сверху шерстью килограмм у них не знает сколько килограмм даже примену килограмм наверно по 40 может больше они у меня уже перешли со старта я давно уже старт не даю мешаю гровер но одна зараза у них тут проблема они вот тут а спят где сделаем типа теплицы им тут а сразу стало тепло они тут а спят даже тут воду пьют я думал сюда будут нюхте мокро ту губавра уже стоит под поилкой сюда думаю будут гадить а там спать в тепле ничего подобного они там гадят вот там это я вчера по убирал там столом и насыпал они там гадят а здесь так и вот видите корму что у них корм все время есть стараюсь чтобы постоянно было корм есть но они его особо и не едят что захотел поел они дают и не голодная потому что знают что у них все время она есть и по барабану а свиньи которые на норме они за ковшик еды друг друга могут и до смерти закусать если вместе посадить я уже пробовал посадить две вместе думаю танец там вроде бы такие не агрессивные ага а когда насыпаешь им завтрак или ужин то такое происходит что мама не горюй так что этих тоже будем я вот только видео снимал смотрю один уже задницу чухает на проход на выходе значит глисты есть они хоть хорошо и растут все у них хорошо но глисты есть этим тоже надо делать профилактику поэтому доедят может быть до завтра до обед то что есть сейчас в корыте и завтра возможно к вечеру или аж послезавтра рано утром делаем тоже по над стенкой насыплю на всех чтобы они вместились поели голодка порошком и погоняем тоже им глистов и также я хочу сделать для себя когда будем их пускать на мясо посмотреть у кантера какие ну что у него за мясо какой выход мяса какое сало толстые не толстые то есть такое как у дюрка или такое как у петра она будет вот это все интересно мне самому посмотреть заказывать мне с этих хрячков если пья этих хрячков свои которые у меня сейчас тут а есть кабанчики они все пока стрированы если пья их не пока стрировал я пик давным давно уже всех бы продал потому что каждый день именно за этих кантеров спрашивать на хрячков на племенных но я их пока стрировал грубо говоря в маленьком возрасте поставлял всех себе на мясо посмотреть какие будут я хочу этих посмотреть какое будет мясо сало тех которые на дюрков на петрена вообще похоже то есть всех проверить всех посмотреть какое что будет ну а вообще наперед заказывают от этих кантеров на хряков это получается помесь пьетре на дюрка поэтому хороший будет хряк на племя если такого оставить хрячка у нас одни девочки поэтому я поросят этих не продаю тех петра и нам тоже не продаю и еще у меня есть рыжие вот дюрка тоже не продаю поросят я планирую у меня сейчас будут пару опоросов но они все забиты наперед поэтому по поросятам друзья не спрашивайте я сейчас не продаю меня нет ничего продавать я всех оставил себе а там весной будут лишние петрен дюрок петрен манкстер потом я буду говорить у видео и когда буду продавать скажу а сейчас которые будут у меня два опороса наперед они у меня уже заказаны наперед я хотя наперед не принимаю заказы но потом начинается неразбериха поэтому записал уже есть кто заберет весь выводок такие же должны быть контур и следующий выводок у нас от яши от хряка яши от дюрка смажки ну то есть а такие поросятам тех что вылез геморрой такие будут и когда я обил этот вольер летней пленкой но сделать и пока как тепличка я вам скажу тут действительно стало тепло прямых сквозняков отсюда туда нету сарай и они туда гасятся возле кормушки все он кто захотел подошел поел кто не хочет не поел вот так